Международный день защиты детей не только объединяет всех детишек по всему свету, но также является профессиональным праздником для работников Белорусского детского фонда. Уже 28 лет сотрудники этого фонда помогают, поддерживают мальчишек и девчонок. И сегодня к нам в гости заглянули люди, которые связаны с работой фонда. Это руководитель проектов Юлия Копцевич, участник программ Данил Ханкевич и скрипачка, участница благотворительных проектов Юлия Лебеденко. Доброе утро! Доброе утро! Говорим мы с удовольствием нашим замечательным гостям. Юля, наверное, первый вопрос к вам. 28 лет существует организация, и каждый раз вы дарите детям праздник. На сей раз очередная большая благотворительная акция. Что она в себя включает, и когда можно будет в ней поучаствовать и подключиться? Ну, верно, вы заметили, 28 лет фонду ровно столько же существует. Международный день защиты детей в Беларуси, потому что именно фонд был инициатором этого праздника, этого начинания. Хочется, чтобы у детишек наших тоже был профессиональный свой день. Для нас, для организации, которая занимается защитой прав и интересов детей, это, конечно, очень важная дата, потому что подарить праздник – это здорово, это и должно быть. У детей должны быть праздники, подарки, хорошее настроение. Но для нас, конечно, важно тут, мы говорим и о поддержке детей. То есть для нас важно, для взрослых, я думаю, и для всех, не только для сотрудников детского фонда. Еще раз напоминать о том, что рядом с детьми есть мы, взрослые, которые готовы нести за них ответственность, готовы помогать, поддерживать. И вот что касается именно Международного дня защиты детей, нашей большой акции «Подарим детям праздник», конечно, это не только концерты, это награждение детей, награждение премиями, вручение стипендий талантливым детям, это награждение людей, которые сопричастны к нашим благотворительным проектам и бескорыстно помогают детям, участвуют в благотворительности. И, конечно, для Белорусского детского фонда важно именно вот в эти дни приходить на помощь тем ребятам, которые остро в этом нуждаются. Ну, например, один из таких наших проектов – это помощь детям, сиротам, выпускникам, которые заканчивают 11 классов, мы им помогаем вот в большую жизнь отправиться и собраться на выпускной бал. Ну, это одна из частичек нашего праздника. И 1 июня стала уже доброй традицией, накануне этой даты мы помогаем одаренным детям, тоже вот с непростой судьбой, открыть свою первую персональную выставку, например, художественную, издать свою первую книгу или сборник стихов, концерт, например, свой первый, вот сольно провести. Ну, вот, кстати, о талантливых детях. Данил, мы знаем, что ты являешься участником одной из программ фонда под названием «Юное дарование». В чем смысл этой программы и как тебя фонд поддерживает? Как твой талант фонд поддерживает? Ну, смысл этой программы – поиск талантливых детей среди детей-сирот и детей-инвалидов. Эта программа позволяет проявить детям свой талант, поверить в себя, доказать другим, что они тоже могут внести свои яркие краски в этот мир. Фонд мне помогает тем, что я могу посещать выставки, выступать на концертах с такими известными музыкантами, такие как Юлия. Вот, кстати, к вопросу о Юле, да, о так скромности у нас, Юлия Лебединка. Ведь не только в музыкальных кругах, Юль, вас знают, но и как организаторы также благотворительных акций не только в нашей стране, но и в Вене, где вы сейчас проживаете. Расскажите, каким образом идет вот это вот сотрудничество Беларусь-Вена, благотворительность? Ну, вы знаете, это все очень интересно, потому что, когда начинаешь какой-то благотворительный проект, никогда не знаешь, как бы, как он закончится и вообще чем. И вот эта надежда и вера, что все получится, да, она подключает столько много добрых и неравнодушных людей, что в процессе самой подготовки этого проекта ты понимаешь, что добро есть, есть отзывчивые люди, вот это стоит делать дальше и дальше, потому что это приносит радость, это приносит вдохновение, ты видишь, что ты можешь кому-то помочь, и это просто... Но отзываются люди, хорошо идут вообще на контакт? Да, вы знаете, как там, то есть в Европе, так и здесь, и это очень хорошо коммуницирует, даже в такие тяжелые моменты, когда думаешь, что вот есть трудности какие-то, что это нереализуемое, но все-таки в конце концов ты достигаешь своего результата, и ты делаешь это дальше и дальше, снова и снова. Даниил, еще мы знаем, что в борьбе с тяжелым недугом тебе помогла музыка, можешь об этом рассказать? В детстве я много болел, и поэтому родители отдали меня обучаться на духовой инструмент. Я выбрал кларнет. Я попал в класс к такому замечательному педагогу, как Анатолию Ивановичу Вкуленко. Благодаря ему, врачам, учителям и врачам, особенно родителям, я многого достиг. Также я многого достиг на международных и других конкурсах. Стал неоднократно стипендиатом специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Я хочу сказать, что дети, у которых сложности в жизни, они могут и должны обязательно идти вперед, чтобы преодолеть трудности. Для меня музыка дала возможность показать детям с тяжелыми недугами, что, чтобы не случилось, все возможно. И это всегда получится. Музыка может многое. Музыка может многое. Да, действительно. Наверное, раз уже заговорили о кларнете, который находится прямо рядом с тобой, может быть... И скрипка, ну буквально, вот, ребят, пока вы готовите, подготовьте, пожалуйста, инструменты. Мы попросим вас... Мы знаем, что вы подготовили творческий номер для сегодняшней нашей программы. Юлия, буквально несколько секунд. Сейчас нас смотрит вся страна. Может быть, есть люди, к которым вы хотите обратиться, партнеры, не знаю, спонсоры, чтобы, ну как-то вот, чтобы еще шире, еще больше было праздников, чтобы больше мы дарили радости деткам. За радость, да. Мы согласны. И очень хочется... Приходите к нам, знакомьтесь с программами, проектами Белорусского детского фонда. Находите те, которые вам ближе, по душе, присоединяйтесь к ним. И не обязательно материально. Это могут быть какие-то просто и личное время, ваши инициативы. Мы всему рады. Но, конечно, наша главная задача – это не однодневные проекты, а те, которые рассчитаны на долгую перспективу и, ну, улучшение качества жизни детей и сирот, и больных детей. Но я хочу сказать еще вот один момент, что 1 июня праздник не только для нас радостный, но и для тех, кто к нам присоединяется. И вот именно Юлия Лебеденко в этом году по решению детского фонда стала лауреатом премии «Друг детей», потому что именно она настоящий друг ребят, которым вот она помогает. Поздравляем. Спасибо. А Данилу мы вручаем с особой гордостью стипендию, которая так и называется «Мы верим в тебя». Это международная награда. Она прислана к нам из Москвы. И мы надеемся, что, Данил, и мы верим в тебя, и твои родители, и все окружающие, но что и другие ребята будут видеть твой пример и тянуться, вот, ну, ты будешь для них каким-то идеалом, звездочкой такой. И, да, правда, ты показываешь, что все возможно. Спасибо вам огромное. Браво. Спасибо вам огромное. Ну что ж, самое время перейти к музыкальному сюрпризу. Спасибо. Браво. Браво. Спасибо вам огромное. Друзья, мы благодарим наших утренних гостей. Юлия Копцевич, Данил Ханкевич и Юлия Лебеденко сегодня украсили эфир программы «Добрые раненцы Беларуси». Уверены, мы уверены, что они действительно подарят еще не один, а сотни, тысячи детских праздников, и будут улыбаться, ребята будут хлопать в ладоши. Мы же увидимся с вами, друзья, совсем скоро, ну а вы не переключайтесь. Спасибо.